Министры Рихард Козловски, Эдгар Ринкевич, Янис Рейерс, председатель Валмерской думы Янис Байкс. Эти политики единства отказали занять кресло премьеры и таким образом взойти на вершину политической карьерной лестницы. Что же у нас за политики такие, которым ничего не надо? Этим вопросом задалась Анастасия Дьяконова. Разговоры о том, кто станет новым премьером, начались еще до демиссии Лаймдоты Страуемы. Страуема ушла, пожелав видеть у руля правительства Рихарда Козловскиса. Но тот отказался. Сразу же самоотвод взял и глава МИД Эдгар Ринкевич. Следующим кандидата выбирал президент. Ему ответили отказом министр финансов Янис Рейерс и мэр Валмеры Янис Байкс. В этой ситуации, которая все больше начинает напоминать балаган, когда чехарда политиков, которые один за другим отказываются. Отказываются еще и потому, что та партия, на которую все кивают, ведет себя, по крайней мере, странно с точки зрения правительства. По мнению Юриса Розенвалдса, в данном вопросе более жесткую позицию должен был занять президент. Ведь это является его главной обязанностью. По мнению другого политолога, Айгора Фрейманиса, занять кресло премьера хотели бы многие. Но проблема в том, что выбирают претендента из рядов лишь одной партии. И кандидатов называют, чтобы называть. Но единство в данный момент, помимо одного кандидата, это Солита Аббалтани, назвать какого-либо другого кандидата, на мой взгляд, не способны. Даже если через какие-то муки там называется имя Карлоса Шадурскиса, то, по-моему, это скорее такой последний шанс что ли казаться партией власти. То, что правящая партия так долго оставляет исполнительную власть без руководства, несерьезно считает политолог. А вот Филипп Раевскис, происходящее в правительстве, назвал игрой в поддавки. Почему люди отказываются? Это потому, что они не чувствуют, что они могут собрать большинство в парламенте, потому что это первая очень серьезная задача каждого кандидата в премьеры, чтобы стать премьером. Сможет ли собрать большинство Марий Скучински с кандидат в премьеры от Союза зеленых и крестьян пока неизвестно. Ожидается, что нового кандидата в премьеры президент назовет уже завтра, когда вернется из рабочего визита в Швецию.